Итак, Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, признавшую действия России геноцидом украинского народа. Я здесь еще отмечу, что в резолюции также содержится призыв о создании специального трибунала с целью привлечения России к ответственности за преступления агрессии. И напомню, что на этой же неделе, 26 июня, такое же решение приняла Парламентская Ассамблея ПАСЕ. Мы год назад еще, знаете, так осторожно с нашими гостями, экспертами, правозащитниками говорили о преступлениях российской армии с элементами геноцида. Осторожно, потому что правозащитники говорили, достаточно сложно находить доказательства подобных преступлений, устанавливать именно геноцидную составляющую. Ну а сейчас вот такое решение Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Как вы считаете, в чем его уникальность, в чем, я бы даже сказал, историчность? Историчность, потому что в 21 веке говорится о том, что страна, которая долгое время считалась вполне цивилизованной, которая занимала доминирующие позиции в глобальной иерархии среди стран, я имею в виду Российской Федерации, что на самом деле эта страна ведет действительно осмысленную геноцидную политику. И на самом деле вот то, что вы говорите, тяжело установить эти преступления, нет. Концепция российской государственности как раз таки определяет ее склонность к геноцидному типу преступлений. Это не только сегодня проявлялось, это в течение всей истории существования и Советской империи, ну и до этого. Это массовые депортации людей, массовые переселения людей, массовые убийства, массовые тюремные заключения, имеется в виду по признакам этнической принадлежности, иной культурной принадлежности и так далее. И Россия сейчас, еще раз в 21 веке, проявляет то же самое, что она делала в течение всей своей истории. То есть она преднамеренно приходит на территорию другой страны исключительно геноцидными целями. То есть, грубо говоря, зачистить территорию, захватить территорию, уничтожить все наследие, там, культурное, историческое, информационное наследие той, скажем так, государственности, которая там находилась, а потом заселить своими гражданами. Для этого она проводит соответствующую работу, какую массово пытает людей, депортирует и убивает. И все это достаточно просто доказывается. И кроме того, сегодня мы живем с вами в информационной эпохе, достаточно много данных о том, что в прямом эфире Россия ракетами, бомбами умышленно убивает гражданское население, стирает, собственно, инфраструктуру, жилищную инфраструктуру для того, чтобы никаких следов не осталось, зачищает, у нас просто топонимы сегодня остаются, название там Авдеевка, Бахмут и так далее, как населенных пунктов, и Мариуполь даже. Как населенных пунктов этих, скажем так, городов уже не существует. Это территории, которые полностью зачищены от граждан другой государства, другого государства. Поэтому все это достаточно легко доказывается. Почему об этом, как вы говорите, с опаской говорили, ну потому что нужно было бы зафиксировать три вещи в отношении России. Первое. Вы общаетесь с дикарями и с варварами. Вы просто, я имею в виду, вы, это глобальная политическая элита, вы сидите с ними за одним из столов переговоров, вы действительно рассчитываете от них на выполнение тех или иных договоренностей, вы действительно их считаете цивилизованными, зная, вы знаете об этом, что они ведут только исключительно геноцидные войны. И, соответственно, вы должны себе были бы сказать, а как это так? Нас так интересует российский газ, что мы готовы закрывать глаза. И вот в данном случае вы говорите о решении Европейского суда по правам человека, о том, что с 2014 года проводились те или иные геноцидные практики, осуществлялись геноцидные практики на полуострове Крым. Особенно впечатляюще об этом могут рассказать крымские татары, многие из которых исчезли, растерзаны, убиты и так далее и тому подобное. И, соответственно, сейчас вы говорите, 10 лет мы это знали подсознательно, но теперь мы готовы к каким-то юридическим шагам. Так вот, мне хотелось бы, чтобы сейчас не просто была констатация на уровне, да, они являются страной, которая совершает преступления на тех или иных принципах, которые можно отнести в рамках международного гуманитарного права к геноцидным преступлениям, чтобы после этого последовали следующие шаги. Первое. Перестать говорить о том, что с Россией нужно договориться и пойти на компромиссы, учитывая обеспокоенность России. Нет, никаких компромиссов с Россией быть не может. Вот Россия должна в полном объеме выплатить все, что касается итогов этой войны. Имеется в виду не в финансовом плане, а в юридическом, физическом и в любом другом плане. Второе. С Россией не надо продолжать сотрудничество, продолжать с ней работать, продолжать ее приглашать куда-то и так далее. Это настолько очевидно, да, то есть вы одновременно в рамках своих юридических процедур выносите решение о том, что эти субъекты совершают конкретное, самое страшное преступление геноцидной природы. И в то же время говорите, так давайте мы под нейтральным флагом пригласим. Спортсмены же ведь не виноваты, ведь они не являются членами этого сообщества. То есть они не разделяют эти ценности, но это абсурдно звучит и так далее. И, наконец, третье. Безусловно, в такого типа войне, в масштабной войне сторона должна проиграть. Условно говоря, Российская Федерация должна проиграть силовым образом. А для этого нужно напрячься, это количество оружия и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, последнее. Ну, в отношении специального трибунала Украина инициировала это полтора года назад, даже чуть больше, о том, что в любом случае такого типа агрессии должны получать отдельную, автономную, надлежащую юридическую оценку. Это возможно провести абсолютно прямая норма закона. Акт агрессии как таковой не называется, он войной в международной юридической практике, он называется именно агрессией. Так вот, здесь доказательства безусловны. И спецтрибунал, который четко зафиксирует наличие конкретных преступников, которые входят в состав Совета безопасности России, которые приняло за два дня до начала, собственно, непосредственного вторжения, приняло решение о начале акта агрессии, о начале войны как таковой, все они являются безусловными преступниками. Соответственно, это решение через спецтрибунал однозначно убирает возможности этих людей, где бы то ни было присутствовать. То есть, соответственно, тогда никакой Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации не будет ехать на саммит в Нью-Йорк, не будет там обниматься с представителями аппарата, заместителя генерального секретаря Аон Лакруа, и рассказывать о том, как Россия принимает участие в тех или иных миротворческих миссиях. Соответственно, понимаете, это все одно за другое цепляет. Решение, логистика, обременение и ограничение. И все эти люди, условно говоря, и Колокольцев, и Патрушев, и Путин, и так далее, и тому подобное, перестают считаться хоть в какой-то степени легитимными. И, соответственно, это будет иметь чрезвычайно важное значение с точки зрения влияния на мировоззрение стран, относящихся к нейтральному поясу, к стран, которые не хотят до конца разбираться в этой войне и не хотят до конца принимать для себя решения. Если мы хотим жить в гарантированном мире, где есть определенные правила, Россия обязана проиграть. Редактор субтитров А.Семкин